За пять лет с момента образования Государственный комитет судебных экспертиз выполнил порядка полутора миллионов экспертиз и исследований. Даже в сухих цифрах результат впечатляет. А если учесть, что за каждым результатом жизнь человека, а порой и не одна, сотрудникам ведомства есть чем гордиться. Удалось сработать со специалистом, которые трудились в разных учреждениях, обновить материально-техническую базу, выйти на качественно новый уровень. Практически все экспертизы и исследования проводятся в срок до 30 дней. Абсолютное большинство в регионах не нужно обращаться за помощью в Минск. Соединив все экспертные структуры вместе, основная задача была, во-первых, сократить сроки производства экспертиз, во-вторых, повысить качество их проведения. Вот эти по пять лет прошедшие и были посвящены фактически вот этим вот двух вещам. Кроме того, расширяется список судебных экспертиз, которые проводит Государственный комитет, расширяются наши возможности. На Брещене ежегодно проводят порядка 40 тысяч экспертиз и исследований. Трудится около четырех сотен человек, профессионалов своего дела. Именно специалисты – главная движущая сила, несмотря на наличие современного и высокоэффективного оборудования. В рамках большого торжественного мероприятия лучшие из лучших были отмечены наградами. Естественно, я рад, что наша работа оценена. Я как руководитель могу сказать, что заслуга и всех моих подчиненных. Благодаря им сегодня, так сказать, я получаю эту награду. Ну и также я очень доволен, что работа, которую мы проводим, она не осталась незамеченной и отмечена не только руководителями нашей системы Государственного комитета судебных экспертиз, но также руководителями правоохранительным органам, нашими коллегами. На пост в советском пространстве белорусский комитет – один из самых грамотно организованных и технически оснащенных. Выполненные нашими специалистами экспертизы и исследования, и это не единичные факты, положенные в основу дел, которые расследует Интерпол. Брестское управление – одно из лучших в стране. На него равняются, но это не повод почивать на лаврах, уверены специалисты. Как они сами признаются, планов на будущее немало, а главное – есть потенциал и желание для их реализации и воплощения в жизнь. Планов, скажем так, у нас громадью. Во-первых, расширить перечень судебных экспертиз, которые проводятся в республике. В частности, сейчас на стыке психологии и лингвистики у нас планируется новый вид экспертиз, проведение нового вида экспертиз психолого-лингвистические. Кроме того, мы хотим нашу материально-техническую базу, безусловно, укрепить. Уже многое сделано для этого, и многое еще планируется сделать, скажем так, чтобы наши эксперты чувствовали себя уверенно, в тепле, в уюте. И тем не менее, чтобы, скажем так, всегда были заточены на конечный результат.